Правильно, босс. Я знаю, что всё решать вам. Но я опасаюсь, что данные, которые вы передавали, могли попасть в руки хакера, который атаковал нас. Если так, что мне с этим делать? Хороший вопрос. Думаю, мы должны рассмотреть все варианты. Мне кажется, ты впадаешь в паранойю. Не стоит цепляться за мелочи, которые не имеют значения. Я не верю, что события полугодовой давности и тот факт, что тебе не удалось ничего сделать, заставили тебя потерять гибкость. Чёрт побери, Адам. Я вызвал тебя сегодня потому, что есть неотложное дело, с которым надо разобраться. Твои бессмысленные расспросы не помогут вернуть Мэган. Так, ну он уже Альфу показывает. Так, ну я не думаю, что лучше использовать Феромона, лучше просто разговаривать с ним. Они не помогут. Всё-таки он тоже как... Уже усовершенствованный. Вот давайте я... Перегнул. Так... Так... А, вот, тут ещё можно почитать. Так, значит, тут тему лучше не надо ему. И он разражительный. Босс, мне страшно жаль, если вы считаете это пустой тратой времени. Я не хочу, чтобы кто-то ещё пострадал из-за того, что я чего-то не знал. Но если вы так уверены, что эти данные не опасны, что их нельзя использовать против нас, я готов поверить. Я не могу быть уверен в этом на сто процентов. Понятно. Я не могу быть уверен в том, что этот канал связи был предназначен для частного сыщика. Того, кто собирает и проверяет факты о человеке и его прошлом, о будущих работниках, вроде тебя. М-м-м, понятно. Что? А как иначе? Это же ответственная должность, а тебя только что уволили из спецназа. Мэган верила в тебя, но я хотел знать наверняка. Я не хочу, чтобы это испортило наши отношения. Я отправлю тебе файл и сам увидишь, что он раскопал. Но я бы на твоём месте хорошенько подумал. Почему? Что вы имеете в виду? Иногда прошлому лучше оставаться прошлым. Когда ты увидишь эти данные, сделанного не воротишь. Возвращайся, когда закончишь. Поговорим. Нам нужно обсудить, что делать дальше. Так. Угу. О, нам дали два праксиса, ажно. Не один почему-то. Ну ладно, давайте четвёртый купим. Попаду всё родить. Нет второго праксиса, к сожалению. У нас теперь четвёртый уровень. Так, ну чё, никуда идти-то? Давайте посмотрим по заданиям. С ним... С тобой опять говорить, что ли? О, это тебе. Корпоративный биометрический паспорт. Мы настроили обход системы проверки. Так что ты без проблем должен добраться до острова Хэнша. Вы меня в Китай отправляете? А что с Фемой? Фема тут ни при чём, поверь мне. Возможно, в Китае нам повезёт больше. Как вы можете так говорить? На моих глазах ублюдок, убивший Меган, выводил людей из того здания. Один из них сейчас валяется мёртвым там, на подземном складе. Я знаю, Адам. Фрэнк всё время мониторил твою операцию. А ещё я знаю, что перед смертью тот человек сообщил тебе адрес в Китае. Его нужно проверить. Не вижу смысла. Пойми, Адам. Есть причина, по которой компания стала целью нападения. Ты, наверное, думаешь, что дело в Тайфуне или каком-нибудь ещё сверхсекретном проекте, о котором я тебе не говорю. Мне приходила в голову такая мысль. Так вот, дело не в этом. Команда Меган занималась работой, которая должна была заново определить представление о человеке. Наша компания, Шариф Индэстрис, была близка к тому, чтобы открыть человечеству новую ступень развития, контролируемую эволюцию. Неужели ты не понимаешь, насколько это могло напугать некоторых людей? Конечно. А ещё я понимаю, насколько это лакомый кусок для других людей. Адам, меня никогда не интересовали деньги. Ну, конечно. Но ты прав. Есть люди с другими взглядами на мир. Например, кто? Я очень надеюсь, что ответ на этот вопрос ты найдёшь в Китае. Так что давай. Фарида уже готовит вертолёт. Так. Так, нам нужно на вертолётную площадку опять, кажется. Прости, Адам, ничем не могу помочь. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Туалет. Ничего. Так, вызываем лифт. И едем вниз. Так, красиво всё-таки город сделали. Вот. 75 метров до цели. Это у нас что такое? А, мы здесь уже были. Нафиг сламывать. Я считаю. Потому что здесь только охрана. Нас могут заметить. Как-никак. Так, где выйти? А, вот здесь. Всё, бежим к ней. Привет, Дженсен. Босс сказал, что скоро будешь. Хэнша тебе понравится. Ты там была? Жила там когда-то. Работала три, может и четыре года в верхнем городе. А по ночам развлекалась в нижнем. Ты готов отправляться? Конечно, готов. Да, вроде бы да. Малик, сколько это всё займёт? Ты про перелёт или про веселье после? Не волнуйся, ты и пикнуть не успеешь, как мы уже на месте будем. Давай, залезай. Давай. Дженсен, можешь начинать собираться. Прямо по курсу жемчужины Ян Цзы. Ух ты, ёкарный. Типа того. В два раза больший объём за те же деньги. Погоди, мы на месте. А я ещё говорил, что у них города маленькие. Адреса того, какого районника, помнишь? Сады Хэнша. Это в районе Юджао. Придётся слегка прогуляться. Я решила, не стоит тебя слишком близко высаживать. На тот случай, если Баррет оставил адрес для того, чтобы я сам пришёл в лапушку. Я бы так и поступила с врагом. Хочешь совет? Выясни, кто там живёт и сразу выметайся. Ладно. Продолжение следует.